За последние сутки водолазы совершили десятки погружений, в результате которых на поверхность были подняты обломки самолёта, в том числе крупные фрагменты фюзеляжа. Обследуемая территория сократилась. На участке протяжённостью 200 метров найдено большое скопление обломков, потерпевшего крушение самолёта и три тела погибших. Были выявлены места скопления обломков, которые после водолазного обследования подтвердило наше предположение о том, что самолёт упал именно в этом месте. Сегодня водолазами обследуется дно, и уже найдены очень много останков самолёта, которые мы поднимаем на поверхность. В ходе поисков телеуправляемым подводным аппаратом «Фалкон» были обнаружены два чёрных ящика разбившегося самолёта Минобороны. Расшифровкой самописцев занимаются специалисты Центрального научно-исследовательского института в подмосковных Люберцах. Исследователи надеются получить максимум информации, которая приведёт к разгадке трагедии.